МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Еуразийский экономичный союз ситуация пошла поляпшаться. У приватности подчас визиту дипломата знайомился с линейкой сельскохосподарших машин открытого акционерного товариства Гомселемаш. А проща поставок машин на сустречу облвыконками обмеркованы так само и некоторые инши пытания далейшего супрацовництва. С Кыргызстана в советское время и потом поставлялся, например, качественные семена люцерны, свеклы и так далее. В этом направлении мы будем дальше сотрудничать. Ну, в то же время мы на перспективу сейчас договорились обменяться делегациями, которые уже сами, знаете, бизнес, они сами, когда встретятся, они сами договорятся уже, где им и в каких условиях им надо работать. До инших тем. Починаючи с этого месяца, на Гомельшине будут проводиться поглыбленные рейды по проверке выконания санитарных потребований на объектах агропромыслового комплекса. Их выник станут с подставой для обмеркования на посяжениях выконавших комитетов. Не глядяши на примаемые меры, ситуация у Голинеусе еще застается неоднозначной. У этом пераканався наш корреспондент Олег Синцюроу. Для проведения этого рейду речески района правильного падкова при жадании, зразумела, порушение можно знайси и тут, але на фоне некоторых инших регионов, яго можно лечить навыд показальным. Увогули сегодня супрасовники Центра гигиены и эпидемиологии добра ведают ситуацию на кожном объекте и им кнутся трымать ситуацию под контролем. И навыд складят спис самых несприятных господарок. Вообще у нас, если смотреть, из более 260 объектов сельского хозяйства, 85 мы взяли на особый контроль ввиду несоответствия по многим параметрам Синцентра гигиенологического законодательства. И в первую очередь, конечно же, при проведении надзорных мероприятий уделяем и будем уделять внимание именно этим субъектам. Они не хотят, потому что, конечно же, это стоит денег, естественно. Но минимальная периодичность проведения этих исследований – это один раз в год. То есть хотя бы один раз в год должны обследоваться те рабочие места, работники которых имеют контакт с вредными производственными факторами. Удельники рейдовых групп выгоджаются для реализации усих потребований в полном объеме. Часом, с оправды, потребны немаленькие суммы. Олег или заниматься пытаниями створения належных умов для работников постоянно им это накеровано, финансовые складающие оказываются не такими уже и великими. В этом, например, упыльнилися у колгасе 50-го кастричника реческого района. Основная колькость вытворчих будинков у сельгаз-предприемствах побудована еще в советские часы. Але при жадании нормальные умовы для работы от починку можно створить и тут. Микрохваливая печка, телевизор и навод к ветке. Не люкс, зразумела. Але для вытворчиха помешкания больше и не потребна. Заховывание и выкрасывание минеральных удобрений и срод калаховый рослин, забружывание пятной воды отходами из живелогадовщих комплексов, забеспечение работников спецотденним. Рейдовые группы будут цекавить усе пытания, связанные с выконанием санитарных потребований. При этом отказность будут нести не только господарки у Оголи. По великим рахунку, накладенные на их штрафные санкции могут адмывным чином отбиться на самих же работниках. Могчима больше эффективно притягивать до отказности непосредных керовников. Это обсуждается тема буквально на каждой планерке. В понедельник на кого составляются протоколы? На ответственных лиц. Если это руководители, то это руководитель допустил такие упущения, то есть не привел в порядок сельхозпредприятия. Ну так у нас работа поставлена в районе. Протягиваем выпуск. Во управлении внутренних справ Гомельского обл. Канкама отбылось урочистое мероприемство, подстава и для якого стал день ушанования ветеранов органов внутренних справ и внутренних войсков. Что год, эта падия отбывается 10 листопада, день, у яки при Советском Союзе милиция означала профсийное свято. Таким я он застався и для ветеранов, яки служили в те годы. У адресованных им меньшованиях означается «головное». Сегодняшние милиционеры вышелись опера важно не по подружниках, а операемали практичный опыт у старейших наставников. На Гомельшине организация ветеранов органов внутренних справ денежная маль 25 годов. Сегодня и она объединяет новое больше, как 4 тысячи человек, срод в яких удельники Великой Отшины войны, войны-интернационалисты, ликвидаторы наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. Звыше 50 миллиардов рублев выдатковали селета на реконструкцию объекта у Гомельского палацево-паркового ансамблю. Одрамонтованный киевский спуск, побудована новая набережная Ракисош, открытый Белецкий мост, завершается рестаурация оглядной вежи. Про то, какие еще изменения шакаются в Гомельский парк, репортаж Марины Северяновой. До гаджака на открытию оглядной вежи отбудется уже в гады месяцы. Пакуль же для жихаровых гостей города и навык для представников прессы в охот заборонены. Нашей здымышной бригаде пошанцевала. Мы первые, одиные, кто отрымал дозвол трапить внутрь. Семь годов вежа, былая труба от цукрового завода князев Паскевичев, была закрыта для наведвольников. И шли рестаурационные работы. Ранее же, гэты объект был одним из самых любимых сяруд туристов. Керовнество палацево-паркового ансамбля спадзяется, что так будет и далей. Тем больше, что у вежи з'явилось осветление, а на верхнее пляцоце установить подзорные трубы. Побачь заглядной вежы усім вядомый зимовый сад. Так само, до речи, будинок цукрового завода. Худка и Йон закрыется на рестаурацию. Тут есть древы, посадженные еще самим князем Паскевичем. И шмат эксклюзивных рослин. Тому ремонтные работы будут проводить вельми бирожливо, как бы не пошкодить ни одно из их. Мы хотим, чтобы при устройстве архитектурного сооружения все-таки не нарушилось зеленое там все насаждение. Потому что получить зимний сад как бы с нуля, мы еще будем сто лет ждать, пока там что-то вырастет. Худка-поршнец и реконструкция каплицы княжеской семьи. На стадо и завершение – рестаурация поховальни. Усе ремонтные работы ведутся строго по проекте. Але история не шаканно унесла свои коррективы у запланованный выгляд с будованием. В архиве мы нашли новые данные, что на кровле усыпальницы был устроен подзор позолоченный. До этого в проекте этого не было. Поэтому мы внесли изменения в проект. Заказчик принял это. И поэтому этот подзор будет установлен уже в этом году. Адметным стал и киевский спуск. А кроме прихожей арки указальника, з'явился и ковалок старожитной кладки с клинкерной цеглы. Минавита Йою был прогожен и брушатый спуск при княжине Паскевичу. Кладку изнашли выпадкова при проведении ремонтных работ. И вы решили покинуть частку дороги у першопочатковым выгляде. Побач разместили информационный стенд с историчной доветкой. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Областный семинар для выкладчиков технического и математического профиля пройшел в «Гомеле». Это подрыхтовщий этап молодежного конкурса «Техноинтеллект». Работа от четырех секций технического моделирования до астрономии закликана забеспечить информационное и методичное сопровождение педагогов. С подробностями Катярина Сапельникова. Семинар собрал у «Гомеля» педагогов, которые будут заниматься подрыхтовкой молодежи до областного конкурса «Техноинтеллект». Обмерковать новые темы, знайти идеи, а главное обдумать, как повысить выники удельников – основные цели сустречи выкладчиков ВНУ. Навуковое споборничество пройдет два этапа. Сначала удельники будут выращать физические задачи, а после презентовать свои уластные распроцовки. Перед нами стоят серьезные задачи, и хочется задачи с педагогом, чтобы они были настроены на очень серьезную работу. Все лето конкурс отбудется у семнадцатый раз. До речи, в минулом ходе Гомельская область стала абсолютным переможцем у республиканским этапе «Техноинтеллекта». Сярод уникальных проектов, представленных юными удельниками, акустичная система, спектрофотометры, инкубаторы и многое іншее. Металлодетекторы привозят много металлодетекторов, металлоискателей, причем со своими идеями, со своими решениями. В минулый раз 150 подлетков вырешили выпробовать на областном конкурсе свои техничные сдольности. До речи, уже сегодня принимаются заявки на уделу наступным «Техноинтеллектом», який запланованный на студень. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Трансляции лепших театральных постановок света у режиме онлайн на экраны кинотеатра упротягивает ладзець предприемства «Кинотаур». Напереды дни же хары гостя областного центра убачили у кинотеатры «Мир» спектакль «Гамлет». Выконавца галуна роли – ведомый английский актер, номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч. Показу одной из самых знакомитых пьес у сосветной драматургии попереднишила аддукационная забавляльная программа. Вероника Ворошилина с подробностями. Пригожие гуки, скрипки и флейты, зашаровальные середневечные танцы, колоритные костюмы и вобразы. Перед початком онлайн-трансляции спектакля «Гамлет» у кинотеатра «Мир» разгорнулся в Осинский баль, присвеченный по себе ликого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Организаторы мероприемства представили историческую реконструкцию того часу, у яким сосветновядомый автор жил и уасаблял в житё своя гениальная творчая идея. Участие в таких акциях помогает нам развиваться в качестве познаний в истории, потому что молодёжь должна развиваться, она должна интересоваться искусством, должна интересоваться тем, что происходило ранее, ещё до нашего поколения. Конкурс наведания автобиографии и творчасти Уильяма Шекспира. С поборницей на лепшее признание у Кахани своей даме сердца для импровизованного балкончика Джульетты, а так само шарах инших текавых викторы. Усеяны были организованы суместно предприемством «Кинотаур» и отделом идеологичной работы, культуры и по справах молодёй администрации центрального района города Гомеля с нагоды акции «Молодь выбираема статства», якая напередать не стартовала областным центры. Мероприемство подобного формата у гомельских кинотеатрах ранее не проводилось, але не выключено, что в будущем они станут традиционными. Те конкурсы, которые проводят ведущие, они, скажем так, стимулируют к тому, чтобы изучать творчество и вообще знать, что будет на экране. И молодёжь с удовольствием откликается поучаствовать в этом мероприятии, то есть интерес есть, и мы хотим этот интерес поддерживать и развивать. Онлайн-трансляция спектакля «Гамлет» стала фееричной кульминацией мероприемства. Головную ролью им сыграв вядомый английский актёр Бенедикт Камбербэтч. Премьера интерпретации классичной пьесы «Гамлет» у постановцы режиссёра Линдси Тёрнер у лондонским театре «Барбекан» отбылась у Жнивне. Выход Бенедикта Камбербэтча в образе принца Датского выкликал вяликий резонанс, а сам спектакль стал самым паспяховым проектом театра за всю его историю. Дарежь и трансляции спектакля на кіноэкране – новый формат для Беларуси, але распаусюдженная практика в Европе, гадамахчымастью бачить культовых выканавцов сучасности на великим экране, побывать на спектаклях, які обмярковываются сусветной публикой. До конца года гомельские глядачы у башишерах інших знакомитых постановок звядучих сцен Москвы, Лондона, Нью-Йорка. Яны так само будут трансляваться на мове оригиналу с русскими субтитрами. Вероника Лараширина, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.